Слушаю, барабан, я с этим много, они просто на персоядке видят, то есть такие темы, эти, ну, это больно есть. Продолжение следует... Уважаемые телезрители, а сейчас вашему вниманию мы предлагаем вести из колхоза «Искра». Когда дожди не дают свалить на сено, мы стараемся убрать травы на сенаж. Для этого у нас создано звено, формоуборочное звено. В этом звено, значит, входят два комбайна КСК, два комбайна КС-2 и 6, косилка-плющилка КПС-5, и также задействованы зерноуборочные комбайны, которые готовят сено для уборки для КСК. Сейчас они находятся в поле, косят, значит, тоже подготавливают, чтобы была подвяленная. Ну, в основном у нас сейчас вот находятся в поле 2 КС-2 и 6 и 1 КСК. Один КСК на ремонте, завтра, послезавтра он должен выйти. Ну, прилагаем все усилия для того, чтобы те окна, которые предоставляет нам природа, использовать в свою пользу. Поэтому техника, как говорится, у нас подготовлена, люди работают. Значит, на вывозке зеленой массы у нас участвует до 10 единиц техники. Техника не простаивает. Заготовили уже, план по заготовке сенажа мы выполнили. И стараемся, как говорится, больше заготовить кормов, чтобы зимовку провести на достойном уровне. Значит, нашему хозяйству плану по сенажу доведен 1050 тонн. Мы на сегодняшний день где-то выполнили уже на 150 процентов. Ну, это, как говорится, сами проценты говорят о том, что мы более-менее подготовлены к сеноуборке. И техника подготовлена, люди настроены, чтобы вовремя убрать. Потому что, если мы затянем с заготовкой кормов, как говорится, на носу уже уборка зерновых, техника, комбайны уйдут на косовицу зерна. И мы стараемся использовать все моменты, то, что дает нам природа, использовать в свою пользу. На уборке, значит, сенажа у нас участвует, значит, на КС-2.6 от Мерзляков Владимир Яковлевич. На втором комбайне КС-2.6 Черепанов Леонид Николаевич. Они работают с помощниками. У них помощниками работают их сыновья, как говорится, уже семейные экипажи. На КС-100 у нас работает, значит, Чукавин Андрей и Килин Юрий. Хорошо на вывозке зеленой массы работают, значит, Мерзляков Михаил Иванович, Воробьев Анатолий Смолин, Петр Поликарпович, Беляев, Опеков, Чукавин Михаил и Чукавин Геннадий. В общем, вся техника, которая свободна, мы используем на вывозке. Мы побывали в Зайцево 12 июля, который считается в Библии Петровым днем. Ну а какой же Петров день без дождя, сказали нам уныло уже в правлении колхоза. Значит, опять дожди? Ласково пригревавший нас вот уже два дня солнца не давало повода к унынию. Но ночью опять пошел дождь. Опять встала техника. Люди угрюмо посматривают на небо. Соскучились руки крестьянина по привычной летом напряженной работе. Оскошенные волки остались под изрядно поднадоевшей всем влагой. И неизвестно, когда их смогут убрать с полей. Да, очень трудным будет нынче хлеб крестьянина. Середина лета, месяц июль. Издревлее считается порой медосбора. А как же нынче дела обстоят в пчеловодстве? Колхоз «Искра» у нас в районе считается одним из хозяйств, которые славятся своими пасеками. В колхозе всего три пасеки. Мы же побывали на пасеке, где работают болотников Павел Иванович и стерхов Николай Николаевич. Нам рекомендовали их в правлении колхоза как опытных, очень старательных, добросовестных и знающих свое дело специалистов. Пасека, казалось бы, расположена недалеко от села, всего 4 километра. Пока мы добирались до нее, нам же показалось, что путь ох какой не близкий. Дороги были размыты, дождем, узенькие. Тут и на лошади-то не проедешь, не то что на машине. Наши же пасечники, оказывается, ездят на работу на мотороллере. Пасека была большая. В день нашего приезда сюда пригревало солнышко, по которому соскучились пчелки. Хозяева, конечно, не знают скуки и в дождливые дни. Они что-то строгают, пелят, приколачивают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привезли пасечники с собой и фляги для меда. Ведь теплица в душе у них надежда, что погода все-таки установится, и летний бедосбор оправдает все их ожидания. Павел Иванович, Николай Николаевич, вот вы работаете уже один с 67-го, другой с 73-го года. Ну, это более 20 лет, считаете, да? Вот вы как считаете, такой год, как нынешний, такое лето дождливое, вы припоминаете? Таких годов, по-моему, не было ни разу. Дождливое лето были, конечно, но не такие, с перерывами. После дожди начинались обычно. Как мы в этом году будем с медом или как? Да надежды мало, конечно, не знаю. Нынче тем более липы, цвета на липы нету. И время-то и уходит. Самый большой урожай меда вы когда получили? Самый большой это в прошлом году был. И до этого урожай на годы 74-й год был. И сколько вы получили? Сколько вы получили в том году? Где-то около 5 тонн. Предположительно, вы сколько прогнозируете в этом году? Минимальное и максимальное. Все, конечно, зависит от погоды. И все же. В этом году, хотя бы пчелы для себя натаскали, себя фуражом обеспечили. А товарным, говорить-то, не приходится уже. Значит, не сладок получается в этом году мед. Вот мы проехали по вашим следам, сразу же едем. Дороги ужасные, конечно. Ну и не дороги вовсе, конечно. А так, тропиночка. Да и не тропинка, а все, размытые дождем. Не сладки, мы говорим, у вас мед-то получается, да? Как бы вообще по погоде, да? А вот в такие дни чем вы занимаетесь? К ремонтам, с ремонтом, вот крышек, ульев, рамки делаем. Сколько у вас пчелосемей? 150 пчелосемей. Николай Николаевич, а вот как вы в этом году переснимывали? Как пчелы переснимывали? Температуру следим за температурой, воздухом в зимовнике там, состоянием пчел тоже бывает иногда, надобность такая. Ну и всякое бывает, там мыши беспокоят и шокуют то. А вот вы уже столько лет здесь на пасеке работаете, кто-нибудь из вашей семьи, может дети у вас не хотят продолжить вашу стезю? Ну они все помогают мне, все могут. У вас сколько детей? Трое. Трое, да? И они помогают сюда к вам приходят, да? Ну, когда надо. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы привезенные для меда фляги не остались пустыми, и пасечники могли взять свое за оставшееся время года. Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передач, посвященных Международному году семьи. Вашему вниманию мы предлагаем еще один сюжет. Вашему вниманию мы предлагаем еще один сюжет. Вашему вниманию мы предлагаем еще один сюжет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok